Русский марш Русский марш Русская национальная власть должна быть уничтожена, олигархия должна быть навсегда прекращена, русская национальная власть обеспечит благосостояние всех людей независимо от национальности и права всех достойных граждан России. Приглашаем на русский марш. Я обращаюсь ко всем нашим русским патриотам и русским людям. Нам нужно выйти на русский марш. Мы понимаем, что сегодня происходит в стране, что происходит с русским народом. То, что происходит геноцид, уже очевидно и можно об этом даже не говорить. Мы приглашаем всех русских людей и тех, кто понимает, что надо поддержать русский народ на русский марш. На марш, который сегодня должен олицетворять могущество нашего народа. Друзья, я считаю, что нужно, необходимо просто прийти на русский марш, хотя бы потому, что нашим политзаключенным это очень важно, что мы выйдем за них с их портретами, поможем им материально. Люди и в Украине, политзаключенные, тоже ждут нашей поддержки на этом марше. Они ждут этого марша, они спрашивают про него. Из-за этого давайте хотя бы в защиту политзаключенных соберемся. Это и дисциплина, в конце концов, это и поддержка политзаключенных. Нам же вообще ни одного митинга не позволили провести. Сколько заявок было и все только отклонения. Давайте в конце концов выйдем, организованно встретимся, обменяемся контактами, кто еще не зафиксировал кого-то конкретного. И соратников. И увидимся, и поддержим политзаключенных. Диссидент Союза военных моряков России, капитан первого запаса Евдокина. Уважаемые друзья, мы живем в русской стране. И русский марш, олицетворение именно этой страны, должен быть самым главным путешествием, мероприятием уличным, которое должно проводиться в нашей стране. К сожалению, сегодня не так, но в будущем, возможно, будет так. Всех приглашаю на русский марш, своих друзей, товарищей, своих сослуживцев. Поддержите русское движение. Приходите на русский марш. Поддержите русскую жизнь, русскую правду, русскую действительность. Добрый день, уважаемые друзья, соратники, единомышленники, тех, кого я знаю и кого не знаю. Я, Мямлин Кирилл Евгеньевич, участник ПДСНПСР, директор Института высокого коммунитаризма. Призываю вас прийти на русский марш. Нельзя просто выиграть войну в интернете. Нельзя сидеться дома, сидя на диване. И ждать того, что оккупационный режим рухнет. Приходите. Приходите, покажите, что нас много. Когда они увидят, что нас много, тогда они дрогнут. Только в этом условии, только при этом условии мы можем победить. Спасибо. Я лидер общественно-политического движения «Будущее России» Алексей Сергеевич Захаров. Приглашаю всех добрых, светлых, чистых людей на марш на Октябрьском поле, на русский марш, марш русских людей. Этот марш олицетворяет силу русского народа, силу русского духа. И как мы будем жить дальше на нашей земле, определяется из культурного кода русского народа. Мы говорим на русском языке. И также есть и политика по-русски. И по-русски значит по чести, значит по правде. Когда идешь на русском марше, на Октябрьском поле вместе с нашими лидерами других патриотических организаций, и все кричат, мы русские, за русских, чувствуется особый дух, который придает необычайную русскую силу. Желаю всем хорошего настроения, бодрости и духа. Спасем нашу страну. Приходите на русский марш на Октябрьское поле. Николай Константин Валентинович, доктор военных наук. Я приглашаю всех на русский марш. Это акция, которая позволит продемонстрировать, что патриоты еще живы. И чем больше нас там будет, тем лучше. Кроме того, русский марш позволит показать власти, что мы способны действовать. Я на русский марш, будучи убежденными патриотами, надо работать не только со своими друзьями, не только с теми людьми, которые идут рядом с вами, но и с теми, кто охраняет вас. Помните, эти люди не являются вашими противниками. Это ваши друзья, просто они одеты в другую форму и выждены подчиняться приказам. Редактор субтитров А.Семкин